Жили во II веке в Византии два брата – Флор и Лавр. Были они братьями не только по крови, но и, что даже важнее, по духу. Своё ремесло, а были они камнетёсами, сочетали братья с поистине богоугодной жизнью. И как-то раз трудились они на постройке языческого храма по приказу правителя Иллирии. Все заработанные деньги они раздавали нищим, а сами в каждую свободную минуту предавались молитве Господу. Однажды на стройке случилось несчастье. Сын местного жреца неосторожно ходил по стройке и, осколок камня, попав ему в глаз, ослепил юношу. Но братья успокоили его разгневанного отца, пообещав, что сын его получит исцеление. Флор и Лавр взяли юношу к себе и стали наставлять его в вере Христовой. И после того, как юноша исповедал Иисуса Христа истинным Богом, глаз его прозрел и полностью исцелился. Увидев чудо, кое случилось с его сыном, языческий жрец отринул от своих идолов и уверовал в Господа. И все христиане, что трудились на постройке капища, низвергли идола в храме и поставили в нем святой крест. Но страшная кара постигла христиан от правителя язычника. По его приказу были сожжены жрец с сыном и вместе с ними 300 христиан. А Флор и Лавр были брошены в пустой колодец и заживо засыпаны землей. Через много-много лет мощи святых братьев были обретены нетленными и торжественно перенесены в Константинополь. 31 августа. День памяти мучеников Флора и Лавра.